Всем привет, добро пожаловать в новый влог, он будет обо всем по чуть-чуть, сделаем разбор гардероба и кое-какие классные находки для детей, и сделаем быстрый простой десерт. И также вам было интересно посмотреть, какие обновки я приобрела после последнего шоппинг-влога. Одна из них сегодня на мне, давайте сразу вам и продемонстрирую. Ну что, вот это платье, которое сегодня на мне. Я надеюсь, что вы посмотрели последний шоппинг-влог, в котором мы с вами были в H&M. У нас сегодня прохладно, Мика нежится на солнышке, но я надеюсь, что я сегодня не замерзну, потому что настоящая весна, даже не лето, а весна у нас все еще никак не наступила. Я показывала вам это платье в нежно-желтом цвете в шоппинг-влоге, приблизительно такой цвет, как у меня ногти, может чуть-чуть светлее. Я нашла это платье на официальной странице H&M и приобрела себе в таком серо-коричневом цвете. Мне кажется, что он смотрится более благородно. С одной стороны, вроде как и базовый цвет, а с другой что-то такое оригинальное. Нечасто он встречается на самом деле. И мне нравится, как это платье выглядит с абсолютно разной обувью, с черными аксессуарами, то есть с черной сумкой сейчас. Добавлю ее в шлепанцы у меня из резервт. Это актуальная коллекция, они кожаные. Ну как они недавно мне натерли. Это просто катастрофа. Я надеюсь, что они разносятся. Это платье для выходного дня, для работы. Даже в качестве туники на пляж можете набрасывать поверх вашего купальника. Это необычно. Вот видите, как спереди бантик, скрадываются все недостатки фигуры. И вот я специально не буду добавлять никакие дорогие аксессуары. Это моя сумка из H&M, очень ее люблю. Мягкий клатч. Он сейчас совершенно пустой, но если сюда что-то добавить, то получается таким как бы дутиком. Вы уже много раз наблюдали его в моих влогах. Вот такой вариант наряда. Скажите, как вам? Мне кажется, что в этом цвете и в разглаженном виде платье смотрятся совершенно по-другому. Помимо платья на мне также есть еще одна обновка. Это аксессуар. Сегодня утром буквально ко мне приехали новые часики от Даниэль Веллингтон. Я сразу их распечатала и надела. Каждый раз, когда вы видите на моем запястье часы, это всегда одна из моделей Даниэль Веллингтона. Я являюсь их амбассадором на протяжении нескольких лет. И я им не изменяю, потому что мне очень нравятся их часы. Они и функциональные, и супер стильные, и универсальные. Они всегда подходят под любой образ, который я выбираю в какой-то день. И сегодня на мне часы из их новой коллекции под названием Квадро. Это первые часы Даниэль Веллингтон с прямоугольным циферблатом. Он идет в одном размере, но в разных цветах. Черный, белый и зеленый. Вообще в этой коллекции есть 8 моделей часов. У них сменные ремешки. Вы можете выбрать такой, как у меня, миланский или же кожаный. И я долго выбирала, какие взять для себя. Потому что я не просто демонстрирую вам, а все это ношу. Сначала остановилась на белых, потому что как-то лето. И мне захотелось чего-то такого светленького. Но мне так понравились зеленые. Сейчас зеленый это трендовый цвет. И я очень обрадовалась, когда открыла сегодня посылку. И там были еще и зеленые. Сейчас вам покажу. Какое благородное сочетание цветов. Что-то мне подсказывает, что они могут стать моими новыми фаворитами. И вообще вот этот прямоугольный циферблат, это как новый взгляд на классику. Классика по-новому. Я затрудняюсь сказать, какие из них мне нравятся больше. Вот зеленых я пока что ни у кого не видела. Я с приогромным удовольствием буду носить и те, и другие. Вся коллекция Квадро уже представлена на официальном сайте danielvelington.com. Заглядывайте к ним, у них много всего интересного. И у вас всегда активен мой промокод, который вы сейчас видите на экране. Он дает 15% скидку на весь ассортимент. И я оставлю вам название и часика внизу. Также название моих любимых моделей. А мы с вами продолжаем. Немножечко забегая наперед, я скажу, что следующую часть обновок я покажу чуть позже во влоге. Потому что сначала я на самом деле сделала разбор гардероба. Я перебрала все, что у меня есть. Избавилась от того, что износилось. Также вспомнила, что у меня там интересненького. То, что оставалось в прошлом году без любви и внимания, я решила отдать. Ну а то, что я таки купила, я, конечно же, обязательно покажу. Сегодня у нас такой дождливый вечер, все равно никуда не пойти. Поэтому я решила заняться реорганизацией своего гардероба. А именно сменой теплого гардероба на более такой летний. У нас не получилось в этом году плавного перехода из зимы в лето, через весну. Нет, было очень холодно и резко стало тепло. Очень жаль, конечно, потому что я ни разу не надела тренч, но он обязательно остается. Помимо этого, я еще и хочу сделать небольшое расхламление гардероба. Точнее, это не избавление от хлама, а просто есть какие-то фасоны, которые мне перестали на мне нравиться. Что-то уже не совсем актуальное. Я эти вещи, конечно же, не выбрасываю. Я сейчас так навела камеру, типа я хочу отдать вот это. Нет, на самом деле я буду перебирать все. Я, как всегда, подготовила пакеты, куда буду складывать вещи, которые потом отдам. Так что начинаю. Сегодня у меня, как всегда, много работы. И поехали со мной, если вы все еще не организовали свой гардероб. Вы уже наверняка знаете, что в своем шкафу я стараюсь по максимуму все развешивать. Только так я могу ориентироваться в том, что у меня есть в шкафу и ни о чем не забываю. Я попрятала большую часть теплых свитеров, но кардиганы все-таки решила оставить. Потому что погода у нас очень странная. То жарко, то холодно, как зимой. Поэтому кардиганчики будут висеть. Я думаю, что на все лето я их также оставлю. У меня есть несколько и все их обожаю. Нашла платье от Resort. Я покупала его какое-то время тому назад. Но, к сожалению, в затяжках придется его выбросить. Также мое старое платье от Mango с кружевами. Мне кажется, сейчас оно не совсем актуально. Поэтому тоже решила избавиться от него. Нашла два платья-рубашки. Это удлиненная рубашка, которую я ношу или под свитера, или вот именно в качестве платья. И та, которая слева от Mills Card. Она более современная, актуальная. А вот эта справа больше именно как рубашка. Этому платью из Asos года, наверное, 4. И я подумала, что да, оставлю все-таки от Mills Card, а это отдам. Еще в гардеробе нашла блузочку. Она неплохая. Она хорошо сохранилась. Но я очень редко ее надеваю. Наверное, потому что мой стиль в одежде также поменялся. Толстовка из Mango. Она из очень плотного материала. Такая какая-то необъемная. И очень сложно мне ее носить сейчас. Потому что она не помещается под куртку. И как-то решила тоже ее отдать. Эта майка вообще не знаю, откуда она у меня. Но она выглядит странно. И я вообще практически никогда не хожу в майках. Поэтому на выход. Юбка супер классная. Из Mango. Опять же, по той причине, что я рассталась с блузкой. Слишком классическая такая строгая вещь. Я думаю, что кто-то полюбит ее больше, чем я. Но будет носить чаще. Прячу все свои яркие, нарядные, можно сказать, новогодние вещи. И шерстяные платья, жакеты, рубашки. Надеюсь, что в ближайшее время они мне такие не пригодятся. Еще старалась развесить мои летние платья. Вообще не придумывала, как их хранить именно в холодное время года. Обычно я их стираю, складываю. И они так сильно мнутся. Разглаживаю я это все уже прежде, чем надевать. У меня сегодня, честно говоря, не было сил и даже времени, чтобы откладить каждое платье. У меня так тесненько в шкафу, он не очень большой. Поэтому буду уже разглаживать перед тем, как надевать. И на удивление, большая часть моих самых любимых летних вещей далеко не новая. Им по несколько лет. И вот так вот из года в год я все достаю туда-сюда. Ну не знаю, есть прям такие любимцы, с которыми я все никак не могу расстаться. Нашла два комбинезона. Один из них с таким более длинным рукавом. А вот этот совсем без рукавов. Я его ношу редко, в том числе и по той причине, что шортики здесь очень короткие. Он очень красивый и стильный. Но, увы, ах, мы тоже попрощались. Юбка, которой несколько лет, но она настолько цветная. И у меня для нее в последние года нет настроения. Поэтому подарю. Вот этот комбинезон из шитья, из зары. Господи, я его столько раз носила. И вот сейчас оторвала от сердца. Он просто уже выстирался. И придется его заменить на какой-то новый. Я, конечно, не все засняла, что я оставляла, что отдавала. Надеюсь, хотя бы такая маленькая часть во влоге. Мои реорганизации и расхламление вдохновит и вас. Девчонки, сегодня мы с вами будем готовить очень простой легкий десерт. Многими любимый. Это терамису. Я спрашивала, какое терамису мы с вами будем делать во влоге. Большинство проголосовало за классику. Потом как-то мы с вами обязательно сделаем все из клубникой. Что нам понадобится? Заранее завариваем крепкий кофе. У меня здесь где-то 4 чашки черного крепкого кофе. Даем ему обязательно остыть. Также прежде, чем возьмемся за приготовление, я рекомендую достать маскарпоне из холодильника. Тогда все будет проще смешиваться. У меня 500 грамм. 3 яйца. Причем нам необходимо именно 2 целых яйца и 1 желток. Сахар, какао и бисквитное печенье, которое называется Савоярди. Продолговатые формы. Я думаю, что вы знаете, как оно выглядит. И практически везде продается. Если у вас нет отдельной формы, куда вы сможете сложить уже готовый десерт, то можно воспользоваться, например, стаканами. Ну что, беремся за работу. Это не займет много времени, но зато очень-очень вкусно. Поехали! Вот я уже подготовила 2 яйца и отделила 1 желток дополнительно. Я знаю, что многие отдельно взбивают белки и перетирают желтки с сахаром. Но, честно говоря, я настолько привыкла делать все без лишних танцев с бобнами. И тоже все прекрасно и так же вкусно. В своем роботе я буду использовать функцию миксера. Поэтому ставлю вот такую штукенцию. Сюда заливаем желток, яйца и 130 грамм сахара. Хорошо все взбиваю на небольших оборотах 6 минут. Главное, чтобы наш сахар растворился и не ощущался в той массе, которая у нас получится. Теперь мы продолжаем все это дело взбивать и постепенно будем добавлять сыр маскарпоне. Это у нас так же сделано. Гораздо удобнее выкладывать десерт в квадратную форму, но я буду пытаться работать с тем, что есть. Я переливаю кофе в отдельную небольшую емкость, невысокую, чтобы мне удобнее было мочить наши бисквиты. Ненадолго окунаем каждый бисквит в черном кофе, так, чтобы он прям очень сильно не размок, чтобы это все не плавало. То есть у нас получится такое горько-сладкое сочетание. И выкладываем массу из маскарпоне, но не всю, только часть. Более-менее равномерно распределяем и далее снова слой бисквитов. Блин, кажется, мне не хватает кофе. Кажется, мне не кажется. У нас проблемы. Девочки, ну я же не растерялась. Я заварила супер крепкий кофе и добавила в него лед. И получился холодный кофе. Продолжаем эпопею с тирамису. И еще один слой маскарпоне. То есть выкладываем вторую часть. Скутияш. Тирамису. Супер. Это очень хорошие новости, Захаркин. Я очень рада. Я папе уже звонила. Приветики. На этом наша тирамису практически готова. Отправляем его в холодильник. Минимум на 4, а то и 5 часов. И потом уже перед подачей мы все будем посыпать какао. И как бы готова. Видите, я же вам обещала, что будет реально очень просто. Теперь берем какао. Очень люблю вот это. Вкуснячее. Даже просто в качестве напитка. Now Real Food. Используемся лучше этой штукой. Мы сейчас идем к соседям. Я беру тирамису с собой. Но не могу не показать вам, какое оно внутри. Как это сделать аккуратно? Кто мне может сказать? Какое оно нежное. Девчонки, я считаю, что это идеально. Обязательно пробуйте. Я уверена, что вы зацените. Господи, у меня такое впечатление, что я работаю в прачечной или провожу здесь полжизни. Мне снова нужно собирать стирку и загружать новую. Пожалуйста, скажите, что я не одна. Это какой-то нескончаемый процесс. Я реально каждый день ставлю стирку. Или наши вещи с томиком, или детские, или постели. И все в этом духе. Я раньше никогда не покупала бытовую химию на Экерби. А потом мне просто стало интересно. И взяла вот такие капсулы. Ну как, не совсем капсулы. Это просто порционный порошок. Я заметила, что когда используешь любой, не только этот, но именно в такой форме, то используешь гораздо меньше. Потому что если в жидкой форме, и тем более концентрированной, даже когда ты читала исследования на эту тему, в общем, мы используем больше, даже когда это концентрированный порошок, или в жидком виде, или тот, который нужно засыпать по отдельности. Вы часто спрашиваете, у нас здесь внизу стиральная машинка Samsung, а наверху какая у нас? А, Siemens вместе с сушилкой. Пожалуй, сегодня я воспользуюсь сушилкой, потому что у нас очень плохая погода, и я боюсь, что ничего не высохнет. Прежде чем я поставлю стирку, все-таки договорю о порошке. Мне он понравился. Он хорошо отстирывает даже детские вещи, что-то грязное. И написано, что все здесь натурального происхождения, без каких-то вредностей. И я раньше не обращала на это внимание, чем пользуетесь вы. И мне нравится то, что он не ядреный. То есть он пахнет, но не так прям, знаете, как, например, Tide или Ariel. Я помню, что в детстве, когда мама использовала эти порошки, то даже после того, как поменяешь постельное белье, я первое время не могла спать. И когда надевала что-то, то, возможно, это была индивидуальная непереносимость, но на время пока что перешла на такие. Да, Siemens, видите, я вас не обманула. Мы сейчас находимся в прачечной кладовой. И так как это закрытое помещение, я много раз вам его показывала, здесь я как-то не прятала бытовую химию, все стоит просто на стиральной машине. И вот этот порошок, тоже типа полезный, полезный, менее вредный. Вот. И мне очень нравится его аромат. Он пахнет мятой. Так прикольно, когда постираешь вещи, то такая свежесть нравится. Отлично и хватает на 120 раз. Я не считала, но реально он у нас уже давненько. Если же я не успеваю заказать что-то на iHerb, то муж едет в Lidl и тогда берет любую химию, которая попадается под руку. Вот этот бренд Formel, тоже неплохой. И капсулы здесь вот уже с жидким порошком и просто тот, который заливается. Так, что у нас тут еще интересного? Конечно же, всякие там отбеливающие штуки от пятен, ванишь в куске. Вот это тоже из Lidl хорошо убирает пятна. Но я тоже больше люблю, когда это в виде жидкости или мыла, потому что если порошок, то начинаешь натирать, у меня плохо реагируют руки. А я практически ничего дома не делаю в перчатках, поэтому у меня всегда сухие руки и кутикула выглядит ужасно, если за ней не ухаживать. Вот этот ванишь что-то как-то не особо работает. Я несколько раз пыталась убрать им пятна и я не заметила никакого действия. Типа смягчитель, я не знаю откуда он у нас, я его не покупала и никогда не пользуюсь. Это видела у Светы, но как-то для меня это слишком сложно. Отдельно то, отдельно это добавить. Гранулки, которые придают белью аромат. Но сейчас в период аллергии я стараюсь, как видите, не пользоваться ничем таким. Очень давно купила и так и стоит. Многие не знают, что это такое, как бы вам объяснить. В общем, это такие тряпочки. Скажите, пожалуйста, как вы их называете? Как это правильно называется по-русски? Это Щеречки Веопуенце Колор. В общем, если вы кладете белье разноцветное, вообще вещи стираете, то кладете вот такую одну тряпочку в стиралку и она должна поймать цвет для того, чтобы как бы вещи друг друга не окрашивали. Я знаю, что от разных брендов они есть и я уверена, что в ваших странах они также продаются. Это образцы продуктов мужа. Что-то для черного и белого. Было бы круто, правда, стирать черное и белое вместе, но я не рискнула. Нужно попробовать на каких-то полотенцах, потому что мало ли, а вдруг не сработает. Но вот по поводу цветного, да, и это супер популярный продукт в Польше. Я хочу вам сказать, что я вообще-то как бы не заморачиваюсь и в основном мне нужен порошок и пятновыводитель. Это все. Совсем скоро заканчивается учебный год у Захара. Здесь только два месяца летних каникул. У нас в школе было три, насколько я помню. И здесь родители задолго до окончания учебного года начинают оплачивать, выискивать какие-то лагеря, бронировать места. И если начать звонить, например, в июне, даже в какие-то фирмы, которые организовывают досуг для детей или какие-то занятия, может просто-напросто не быть мест. Поэтому я занялась этим вопросом пару месяцев тому назад и уже оплатила, получается, Захару такой типа как лагерь, летнюю школу в нашей школе. Он будет две недели ходить в свою школу и у них будут занятия разные такие прикольные с 8 утра до 4 часов дня. Но ночевать он будет дома. И также я оплатила ему поездку в горы. Он едет со своим лучшим другом, со своим одноклассником. Они так сдружились. Он иногда остается у нас на выходные с ночевкой. Иногда мальчики к нему ездят. Очень здорово, что дети так обретают новых друзей. И интересно с ними знакомиться. Я была безгранично рада тому, что все одноклассники, в основном мальчики, пришли к нам на день рождения Захара. Я и с родителями познакомилась, потому что все вот это происходило онлайн. И не было такой возможности где-то даже пересечься, побеседовать. И Захарчик едет на две недели в горы. У них там будут и походы, и костры они будут жарить, жарить колбаски. Это более такой спортивный лагерь. Он едет туда на две недели. И вскоре мы еще планируем небольшую поездку именно с семьей. У нас на следующих, не на следующих выходных, на следующей неделе выходные. И мы хотим на несколько дней вырваться в одно место, о котором я мечтала. Я, наверное, буду снимать влог. Обязательно вам покажу и расскажу, куда мы поедем. Девчонки, кто живет в Польше, напишите, пожалуйста, есть ли какие-то лагеря уже такие проверенные, куда вы отправляете своих детей. Возможно, мы еще куда-то успеем записаться. Если нет, то отмечу себе на следующий год, потому что как-то так мы всегда в последний момент просыпаемся. И с одной стороны классно, что у детей летние каникулы, но я свои летние каникулы в основном проводила у бабушек. Крайне редко я сидела дома. А здесь у нас, получается, не особо есть выбор, какой-то выход, потому что мы оба работаем. И когда дети остаются дома, то так много бытовых каких-то обязанностей. И вообще дети как-то не всегда могут сами собой заняться. Или они дерутся, или просто балуются. Ты не можешь сосредоточиться на работе. Поэтому такие лагеря, хотя бы частично на летние каникулы, для нас, конечно, это какой-то выход. То есть месяц мы точно проведем вместе, а вот июль нужно будет что-то думать для двоих. И это тоже не дешевое удовольствие. За такой лагерь в горах я заплатила больше 2000 злотых. Две с половиной. Нет, наверное, не 600 евро, а чуть меньше. Но мне кажется, что это тоже так прилично. Перебрав свой летний гардероб, я пришла к выводу, что некоторые базовые вещи, в основном футболки, мне не мешало бы обновить. У меня есть мои любимые из H&M. Их очень быстро разбирают. В основном они представлены только онлайн. И как только вижу XS, практически каждый раз забрасываю свой заказ. Я довольно часто что-то там беру, особенно для детей. В общем, футболочка отменного качества. Вот посмотрите, какой хлопок здесь. Он плотный, он не вытягивается, не вассирывается. Футболка оверсайз. И лично на мне, мне больше всего нравится именно вот такой кругленький вырез. Она свободная, в рукавах ничего не жмет. Она отлично себя ведет в течение там нескольких лет, когда вы носите ее. То есть, это самая базовая футболка хорошего качества всего за 10 долларов. Помимо этой футболки, я взяла еще тельняшку. Я безгранично влюблена сейчас во все, что в полоску. И очень часто надеваю или свои тельняшки с длинным рукавом, или вот планирую начать уже носить и с коротким. Правда, погода не всегда позволяет это делать. Футболочка, которую я купила, оказалась довольно, ну не то чтобы довольно короткой, укороченной, скажем так. То есть, обычно я заправляю их спереди, как минимум. И у меня очень многие брюки и шорты с завышенной талией. Поэтому для меня окей. Но если вы высокая девушка, то имейте ввиду, что размер XS не такой-то и длинный. То есть, на границе вот такой нужной базы. Я говорила вам, что мне очень нравится комплект из Zara, который я показывала в шоппинг-блоге. Я практически все купила, потому что, опять же, перебирая вещи, я заметила, что многие шорты у меня настолько короткие и такие облегающие. Сейчас мне, на мне такое не очень нравится. Поэтому взяла вот эти шортики, все-таки в размере S, потому что хлопок и тоже натуральные материалы иногда садятся после стирки. Zara в последнее время очень сильно этим грешит. Мой муж говорит, что половина вещей после первой стирки вообще непригодна к носке. И мы сейчас постоянно храним все счета, потому что это уже полный беспредел. Шортики классные, такие по-настоящему летние. И мне нравится то, что здесь золотые пуговки, как раз все будет между собой сочетаться. Если сравнивать эту тельняшку и эту, то, во-первых, она более как бы кремовая, а вот эта из H&M, она именно классическая, синебелая. И здесь ткань совершенно другая, то есть она поплотнее, чем даже вот эта. Хотя, если супер жарко, то это даже преимущество, что хлопок такой средний по плотности. Эта тельняшка могла бы быть поменьше, но показывала вам на мне размер S. То есть не критично я решила взять, потому что они очень классные у меня с длинным рукавом. И это одна из тех вещей, которые я надеваю сейчас очень часто. Мне даже иногда стыдно постоянно в одном и том же показываться при таком количестве вещей, которые есть у меня. Шляпку тоже прихватила. Я буду защищаться от солнца по максимуму. Не хотела бы заполучить пигментные пятна. В этом году у меня было много несовершенств на коже. А это такая мягенькая, она легкая, она светлая, она натуральная. И также, если брать ее с собой куда-то, то она хорошо складывается и потом выравнивается сама по себе. То есть она лежала все время в пакете, вот сейчас ее достала. И она также прилично выглядит. И форма у нее такая стандартная. Лента могла бы быть белой, но ничего страшного. С черной мы тоже справимся. Я огромная поклонница кроп-топов, всевозможных укороченных маечек. Но я не ношу их без ничего. Ну то есть в том плане, что я надеваю их или под рубашку, или под жакет. Когда, например, на мне джинсы или брюки с завышенной талией. Это очень удобно, потому что ничего не нужно заправлять. И когда там вот видно приблизительно столько животика, для меня это окей. Вот этот кроп-топ я уже надевала в одном из последних видео. Он на мне со светлым жакетом. Он из такой бюджетной линейки H&M. И два топа из Zara. Один типа как обрезанная майка. У него не настолько плотный материал, чтобы совсем без белья надевать. Но если вас-то не смущает, то тоже окей. В размере XS-S. Он хорошо тянется, поэтому я думаю, что на S без проблем тоже будет хорошо. То есть он не прям миниатюрный. Эти топы с меня не сползают. Удивительно, но факт. И красивый бежевый оттенок. Такой немножечко розоватый. Я сейчас смотрю, вообще-то топ из Zara не такой-то и короткий. Между прочим, здесь широкие бретели. То есть если вам необходим бюстгальтер именно со шлейками, то вы также без проблем все запрячете. Помимо топов взяла себе еще и шорты в H&M. Обожаю серый цвет. Он настолько универсальный. Просто на завязочках. И у меня размер S. Я хотела, чтобы они были такими объемными. Затянула по талии. Также они на завышенные, как видите. Все как надо. Ходить на прогулки с собакой на велосипед с детьми. Я считаю, что это must-have. Даже на теплое время года или дома щеголять. В общем, такой лучок у меня с джинсовой курточкой. Потому что мне очень и очень холодно. Манго я таки взяла белую футболку. Ничего особенного. Но я все свои потребности в белых футболках на лето, наверное, уже закрыла. И здесь счет. Тоже, пожалуй, нужно его не потерять на всякий случай. Юбочка. Юбочка мини с вот такими карманами. Тоже была в шопинг-влоге. Суперская. И видите, что она стильняшкой будет смотреться. Хорошо и с цветными вещами. Поэтому тоже такая база. А вот джинсовые шорты я по-прежнему не нашла. Может, вы мне что-то посоветуете? Чтобы они не были слишком короткими. В магазине мне так понравилась эта панама. Она хлопковая. И я тоже ее приобрела. Также искала себе туника-рубашку. Вот именно, чтобы с примесью льна. И нашла такую тоже онлайн. Вот эти все белые штуки, которые вы видите, реально не видны мне камерой. Я не знаю, что делает объектив. Но он показывает просто каждую пылинку. Блин. И сейчас надену ее. Она у меня в размере S. Тоже покупала с той мыслью, что выносить на пляж. Я немножечко оговорилась. Не только на пляж, но и даже куда-то в город. Поверх короткого платья. Можно подкатать рукав. С шортами. В принципе, с чем угодно. И сейчас, секунду. И вот так мне тоже хотелось сделать. То есть, даже с платьем миди. С открытой спиной, например. Вот так набрасываешь. И можно спрятаться от солнышка, например. Или на вечер. Со мной домой из Манго поехал и костюм из льна. Оранжевые брючки из Резерс, конечно же, тоже приобрела. Они у меня в размере 34. Сейчас разглажу. Мы едем к свекрови. Вечером, наверное, будет прохладно. Поэтому наброшу еще и кожаную куртку. Но цвет это заряд витаминов на целый день. Девчонки, я надеюсь, что вы нормально к этому отнесетесь. Я не собираюсь вам ничего продавать. Но я предлагаю забрать тем, кому, возможно, нравится такая сумочка. Тому. Потому что она у меня в единственном экземпляре. Это оригинальная кожаная сумка Michael Kors. Вот ее цена. Я заказывала ее маме. То ли в американском аутлите, то ли на официальном сайте. То есть вернуть у меня не было возможности. И маме не понравился цвет. Я не помню, в чем там была суть. Но, в общем, она осталась у меня. И я ее носила всего несколько раз. У меня таких сумок было пару штук. И я так насытилась этой моделью, что, к сожалению, эта сумочка так осталась вот без любви. И со второй стороны она такая же, с длинным ремешком. То есть можете носить ее через плечо. Она вместительная, внутри тканевая, светлая. Еще какие-то мои вещи, пару блесков. Я обязательно их заберу. Просто напишите. Я случайным образом выберу кого-то одного. Надеюсь, что вы ее будете любить. Так же, как я две остальные свои. Точно такой же формы. Ну, просто захотелось разнообразия. И вот она лежала-лежала. Я думаю, что пришло время нам с ней попрощаться. Еще у меня тут есть две новинки от Лены. Лена 864. Я думаю, что многие из вас знают этого блогера. У Лены появилась своя косметика. Я ее поздравляю с этим запуском. Она говорила, что давно об этом мечтала. И это очень круто, когда твои мечты осуществляются. Совместно с Ювиньон, я надеюсь, что правильно произнесла, они выпустили два средства. Это помада в оттенке Софи и пилинг с миндальной кислотой. Пилинг я пока что не пробовала, потому что у меня довольно капризная кожа. И сейчас такой период, когда активное солнце, я, честно говоря, не рискнула. Ну, я вам говорю, что меня могло бы обсыпать не потому, что средство плохое, а потому что мне сейчас нужно быть крайне осторожной с любыми новыми средствами, которые я наношу на себя. Но когда я буду уверена в том, что моя кожа спокойная, я могу себе позволить что-то новое попробовать. И тем более после лета, я думаю, что мы с ним обязательно познакомимся. Очень-очень красивая такая лаконичная упаковка в стиле Лены. И помада. Помада в очень красивом оформлении. Я вам могу сказать, что если бы такую помаду выпустил какой-то люксовый бренд, то все были бы в полном восторге. Поэтому вообще очень похвально то, что цена у нее все-таки не такая, как у люксовой косметики, но качество на уровне. Она доступна и на Wildberries, насколько я знаю, на Азоне, во многих местах. Я обязательно уточню у Лены и поделюсь с вами контактами. Помада такого, с одной стороны, нюдового оттенка. У меня сейчас остатки карандаша. Давайте я ее накрашу. И она матовая, но текстура у нее вообще не сушащая. Если сравнивать с Charlotte Tilbury, а такое сравнение напрашивается, то по сравнению с Pillow Talk она гораздо более приятная. Я говорю вам не как подружка Лены абсолютно, а чисто как человек, который пробовал разную косметику и Pillow Talk в том числе. Помада довольно универсальная. Я думаю, что многим она подойдет и понравится. Помада супер приятная ванильная тушка. Видно, что они постарались. Вот так она смотрится на губах. То есть, скорее, это даже не розово-коричневый цвет, а на мне она более теплая. То есть, такой слегка тепловатый нюд. Я думаю, что когда я подзагорю, эта помада будет смотреться на мне более розовой. И могу вам точно сказать, что это самый близкий аналог Charlotte Tilbury Pillow Talk. Именно по цвету. А по качеству это проще наносится, тоньше. При этом пигментация у нее супер классная. и также она приятнее ощущается на губах в течение дня. Она их вообще не сушит. Она не скатывается в белую полоску. Она не сползает какими-то пятнами. Я считаю, что это достойнейшее средство. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мне будет очень-очень приятно. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.